итак всем привет привет всем кто присоединяется девочки сегодня для вас проведу эфир я меня зовут юлия фролова я творческий партнер компании эми а также инструктор по дизайну моделированию ногтей и так я вам сегодня покажу дизайн в осенней такой тематике снял дресс осенние листья очень красивые слайдеры и с красками фактурными наверное возьму сегодня черненькую такую и сделаю замес с этой краской с другой им пасты также с процессе все покажу я уже подготовил один тип с градиентом буду вам хочу в качестве подложки сделать градиент гелевыми красками краски из коллекции мэмерис два оттенка я взяла это коричневый и вот такой вот рыжий очень красиво и так на одной типсе у меня будет градиент сверху будет стоять коричневый оттенок снизу рыжий а на другой я сделаю наоборот будем делать сегодня с вами дизайн на двух типсах на двух типсах и градиент будет нас немножко по-разному располагаться и так первый оттенок ставим вниз если кто-то делает градиент красками кто-то работает красками да знаете что это очень легко самый легкий вариант градиента сейчас чуть-чуть и тут прицелюсь и теперь закрыл немножко обзор красками градиент делать довольно легко и быстро в зависимости от лаков в сравнении вернее с лаками потому что лаками нужно сделать и бывает и не один слой и до 2 слоя добавить акриловую пудру в этой технике а с красками работать гораздо проще и так первый слой наносим но немножко не доходим до верха то есть ну на клиенте это будет на зону кутикулы до зону кутикулы чуть-чуть не доводим краску отправляем сушиться в лампу на 30 секунд я показываю на красках но в своей работе это можно сделать чем угодно любом материала можно гель-лаками там можно также красками можно взять какие-то другие оттенки и сделать уже градиенты кстати он не обязательно должен быть очень очень плавным потому что здесь будут стоять декорации то есть цвет этот он нам нужен исключительно для фона он не будет у нас являться таким чем-то основным основном у нас будет дизайн на нем будет весь акцент а не на градиенте так следующий оттенок мы наносим в нахлёст на 1 краска очень плотно и вы видите что она хорошо перекрывает наш первый оттенок и не дает границы да вот между двумя оттенками то есть нижний цвет не просвечивает итак теперь кистью для градиента аккуратненько начинаем стягивать краску вниз легкими движениями без нажима кисти в одну сторону в другую сторону здесь я не делаю чистый прям такое очень чистый плавный градиент конечно он и не должен быть совсем таким неаккуратным ну и очень прям фанатично плавно делать не нужно не так вот так получилось видите очень быстро сушим в лампе 30 секунд и далее для дизайна нам понадобится топ слайдер так мы будем ставить слайдеры и поталь возьмем еще поталь очень сейчас люблю ее добавлять дизайны классно смотрится тем более сейчас осень осень у нас любит золото 8 кусочек потали приготовлю и декорации я заранее нарезала то есть они у меня уже лежат на влажной салфетке можно размачивать на ватном диске смоченном водичкой я подготовил уже заранее несколько фрагментов чтобы сейчас в эфире не вырезать и не тратить на это время так далее нам понадобится топ слайдер так как мы будем делать ставить слайдеры и поталь наносим его практически на всю типсу можно не полностью можно до конца не доходить полностью весь типс можно не наносить вот я поставила каплю топа слайдер и отдельной кистью растерла то есть нам нужен липкий слой этого топа а он будет хорошим даже при небольшой толщине то есть не обязательно прям вот кистью полностью наносить топ на всю длину потому что это даст лишнюю толщину лишняя толщина нам не нужно поэтому наносим отдельно кистью 30 секунд сушим в лампе можно кстати подсушить секунд 20 и нанести поталь потом ее покрыть тем же слоем топа слайдер вот можно поставить вот ее фрагментами мне нравится когда большим кусочком она стоит до верхнюю часть можно еще вниз кусочек небольшой поставить вот сюда вот так прижали ее как следует сверху топом слайдер тоже проходимся еще раз здесь липки словно все сохранят еще раз проходимся и отправляем в лампу можно кстати на сырой топ нанести но знаете мне очень нравится когда на сырой топ наносишь поталь она съеживается очень сильно ну как-то не очень-то красиво смотрится вот таким образом поставили кусочки нанесли можно маленькие кусочки можно большие тут уже зависит от длины ногтевой пластины вашего клиента здесь она такая хорошая длина поэтому можно с декорациями немножечко поиграть но если длина небольшая то тогда конечно ставим элементы которые не такие большие всем привет девочки кто присоединяется к эфиру всем привет добрый день так здесь топ слайдер нас высох и мы ставим декорации начну с центрального элемента то вот такая веточка пушистая ставлю ее в нижнюю часть смотрю чтобы она не уходила за пределы ногтя далее лист кленовый можно поставить вот сюда верхнюю часть вот как раз он будет на поталь красиво заходить сюда верхнюю часть можно прямо одни в один фрагмент на другой наносить внахлёст и вот листик дубовый ставлю в нижнюю часть вот таким образом смотрите как интересно получается можно даже уже и так дизайн оставить добавить какую-то надпись на с вами будет готовый дизайну лучше усложнить так как это будет интереснее смотреться и на второй типс мы наносим тоже слайдеры по такому же принципу центральную ставим центральный элемент если вот здесь смотрите длинный хвостику веточки на мне не очень нравится как это будет смотреться что слишком много тонкой веточки и как сказать как выразиться и сам сам вот этот вот как по цветочек веточка да он будет уходить туда дальше мне хочется чтобы он был сбоку поэтому я лишнее отрезаю хвостик вот этот так дальше что у меня тут не тут каштаны поставим их вот сюда вот в нижнюю часть каштаны поставим и листочек вот такой листочек поставим его вверх можно вверх можно вот сюда вот вниз внахлёст тут нужно вот смотреть как будет интереснее мне вот так наверное нравится вот таким образом и здесь смотрите здесь у клиента до кутикула поэтому когда у нас декорации располагаются в районе кутикуле кутикулы то лучше их сразу подстричь ножничками убрать лишнее потому что иначе потом по когда вы будете убирать налпрепом или ультрабондом лишние фрагмент декорации в зоне кутикулы боковых валиков там будет грязь очень так знаете проблематично все это вычистить поэтому лучше сразу отрезать лишнее и потом уже сушить и так сушим наши декорации полимеризуем их стопом слайдер еще секунд 15-20 на клиенте далее убираем излишки пленки делаю я это nail prep можно ультрабондом убираем излишки пленки ну прям просто очень быстро сохнет и пленку он убирает очень хорошо ну и ультрабондом сделать это конечно же тоже можно и даже нужно так я не выхожу из кадра не очень хорошо видно так наносим далее топ слайдер топ слайдер и тонким тонким слоем проходимся по нашим декорациям и сушим 30 секунд далее мы можем уже наносить топ если у нас например декорации выходят за пределы ногтевой пластины клиента мы аккуратненько убираем отдельной пилкой излишки наносим на упреп убираем излишки пленки нажала на типсу убираем излишки пленки далее мы наносим топ слайдер ставим капельку и отдельной кистью отдельной кистью распределяем по поверхности так сушим в обе и наносим матовый топ перевернула и так наносим матовый топ у нас здесь топ слайдер на всю поверхность нанесем по нанесен поэтому сверху можем смело ставить топ вельвет под этот топ нужно нанести либо топ слайдер либо можно топ без липкого слоя на топ слайдер очень хорошо держит декорации и является классной основой для этого матового топа наносим его таким знаете хорошим слоем не тонким но и не жирным легкими движениями выглаживающими чтобы топ не лежал комками чтобы он ровненько у нас лег выравниваем слайдера и далее сушим в лампе матовые топы нужно сушить не менее двух минут для того чтобы у них вот это остаточная даже самая минимальная липкость пусть даже топ без липкого слоя она ушла и тогда он не будет пачкаться то есть чем лучше просушили матовый топ тем меньше будет пачкаться клиента ноготь в носке потому что все пользуются всякими как косметическими препаратами до косметикой готовят до продукты какие-то тоже есть красящие джинсы красящие поэтому нужно как следует топ просушить нанесли сушим в лампе и далее мы уже работаем с импастой самый интересный момент начался смотрите у кого есть классические импасты на которые там 8 может быть уже давно лежат можно взять золото барокко можно взять каштан я возьму каштан золото есть у многих наверное да кто уже давно работает с брендом или у кого есть эти материалы на самые первые и так я хочу черную импасту краску импасту каштан смешать с текстурной черной краской с текстурной черной краской я хочу смешать краска это она очень очень густая импаста тоже она густая не имеет остаточной липкости но она не такая густая как наша текстурная краска между собой смешивать их принципе не является ошибкой можно это делать можно кстати подкрашивать текстурную краску с помощью сухих пигментов можно менять оттенки просто иногда одного черного и белого оттенка его мало до хочется чем-то разбавить черный белый от оттенки базовые но также можно создавать новое с помощью красителей и так вот мы добавили коричневую импасту получается такое знаете черно темно-темно коричневый оттенок с шиммером все что интересно это импасты немножечко с шиммером идет и будет очень такой знаете интересный цвет выйдет третий оттенок я думаю этого достаточно не хочу делать светлее но и черный я здесь тоже не хочу совсем чтобы черного и так текстуру можно сделать абсолютно любую вы знаете тут уже дело фантазии можно придумать совершенно разный рисунок вот кому что нравится можно какие-то такие тонкие прорисовки сделать как такие прожилочки как дымок не знают как так мне хочется их назвать а можно можно сделать например рисунок с помощью апельсиновой палочки или дольца я давайте вам такой наверное вариант покажу мне очень захотелось сделать что-то подобное и так наносим нашу краску на тот участок который мы хотим декорировать можно наносить ее вот такими вот так вот неровно здесь немножко хочется повыше и увести то есть сначала она будет лежать неровно смотреть я ее разбавила им пастой вот эту краску и она все равно сохраняет свой рельеф то есть ее густота от этого никак не изменилась может быть слегка слегка пожиже она стала тем более когда мы размешиваем уже еще и разогреваем и теперь зубочисткой ой зубочисткой извиняюсь апельсиновой палочкой или датсом можно сделать рисунок прям по вот этой по текстуре можно сделать рисунок мне хочется вот такие вот линии тут выполнить и очень интересно будет просматриваться наш градиент как раз сквозь вот этот вот рисунок вот так очень быстро работать с этим материалом это очень быстро и просто дизайн может казаться сложным каким-то но на клиенте это будет очень быстро и легко выполняться хочется мне еще один кусочек здесь вот сделать из когда вы будете работать в такой технике конвейером клиенте да у вас очень все быстро получится и так вот таким образом рисунок получается гладким ничего сверху не торчит если например вас смущает то что краска может топорщиться до такими как бы остренькими уголочками сверху нужно повернуть на бок и посмотреть топорщицы или нет если топорщица можно гладенькой не гладенькой изгладить отдельной кисточкой так сушим в лапе две минуты не менее двух минут нужно сушить текстурную краску ну и здесь мы тоже сделаем на другом типсе что-то подобное только можно в другом с другой стороны в другом месте хочется мне это здесь сделать вот вверху верхней части как раз нас тут а поталь будет просматриваться можно вот сюда уйти куда-то вниз можно добавить один маленький элемент отсюда вниз сбоку и можно еще например нет не хочу здесь никуда добавлять пусть будет немножечко очень будет прикольно смотреться в дополнение к дизайну рельеф легкий так вот зубочистки взяли сделали рисунок такой рисунок конечно можно и кистью сделать можно кистью отдельной тонкой нанести вот эти линии но это долго поэтому можно нанести краску и воспользоваться какими-то дополнительными инструментами можно вот так вот несколько раз проходится менять направление рисунка вот так и не черный не коричневый оттенок очень прикольно смотрится так сушим лампе ну и любуемся результатом как для того чтобы результатом полюбоваться про сушки достаточно покажу два типса как это выглядит в готовом варианте вот такое можно сделать дизайн на клиентах да то есть нас два центровых много . будут и остальные можно сделать в любых других оттенках можно еще 3 например с рисунком сделать а можно и все сделать такие тут уже как вы располагаете временем и так далее такой прикольный получается вариант дизайна с текстурными красками смешанными с импастой и с осенними декорациями добавлять тут я думаю что больше ничего не нужно иначе будет перебор итак фото я потом добавлю в своем аккаунте еще дополнительном сейчас сохраню эфир всем спасибо большое за то что смотрели за то что присутствовали и так буду рада ваши от вашим отметкам stories дурада если вы сделаете такой дизайн на своих клиентах если вам понравилась эта идея и так всем пока